Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые участники брифинга, как вы знаете, 27 декабря прошлого года в 7 часов в 21 минуту произошла катастрофа с самолетом Фокер-100 авиакомпании «Бекейр», выполнявшим рейс по маршруту Алматы-Нур-Султан. При выполнении взлета в аэропорту Алматы самолет не смог набрать высоту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонные ограждения и столкнулся с жилым строением за территорией аэропорта. На момент взлета самолета в Алматы на борту находились всего 98 человек, в том числе 9 детей и 5 членов экипажа. Как вы знаете, 12 человек погибли и есть пострадавшие. В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов создана комиссия. В соответствии с Межгосударственным соглашением о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, в работе комиссии принимает участие Межгосударственный авиационный комитет, а также в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАУ, приложение 13 Чикагской конвенции, в расследовании принимает участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна «Нидерланды». На сегодняшний день комиссия выполнена следующая работа. Созданы под комиссии по основным направлениям, а именно летная, инженерно-техническая и административная. Составлена схема авиационного происшествия с воздушным судном «Фокер-100», а именно определены места касания воздушного судна земную поверхность, зона разброса элементов конструкции, положение воздушного судна и направление его движения. Проведена работа по установлению уровня профессиональной подготовки экипажа, исследованы вопросы организации и обеспечения полета со стороны соответствующих служб обеспечения полетов и обслуживания воздушного движения. Проведен анализ информации со средств объективного контроля Службы обслуживания воздушного движения РГП Казары навигации. Получена и проанализирована метеорологическая информация. Проведена проверка летно-технической документации воздушного судна по основным разделам. Комиссией установлено, что во время отдыха экипажа перед выполнением полета соответствовало требованиям нормативных документов. Процедуры, связанные с профессиональной подготовкой летного экипажа, были выполнены в соответствии с утвержденными программами и актами в сфере гражданской авиации Республики Казахстан. В процессе выполнения предполетного осмотра, после запуска и выполнения опробования двигателей, замечаний по работе авиационной техники со стороны экипажа и инженерно-технического персонала не было. Были изучены сведения, содержащиеся в картах нарядах на техническое обслуживание двигателей, систем и оборудование самолета. Самолет был подготовлен к полетам в полном объеме технического обслуживания. Комиссия отмечает, что работы по обработке данного воздушного судна противообреднительной жидкостью были выполнены частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообреднительной жидкостью тип 1. Крылья самолета не обрабатывались. В период с 1 часа до 7 часов 27 декабря прошлого года в аэропорту города Алматы были обработаны противообреднительной жидкостью 5 воздушных судов, а 5 воздушных судов не обрабатывались. Также установлено, что 27 декабря прошлого года не производилась обработка противообреднительной жидкостью аналогичного типа воздушного судна компании «Бекейр», вылетевшего в 5 часов 30 минут утром по маршруту Алматы-Атараву. Комиссией изучается информация и по данному полету. На месте авиационного происшествия обнаружены и изъяты бортовые самописцы параметрической и речевой информации. Указанные самописцы находились в удовлетворительном состоянии. Решением комиссии бортовые самописцы были направлены в МАК с целью считывания и проведения анализа зарегистрированной на них информации. После проведения считывания и расшифровки в лаборатории МАК комиссией восстановлена хронология возникновения и развития особой ситуации. В 7 часов 20 минут 2 секунды был начат взлет. В 7 часов 20 минут 41 секунду на приборной скорости 140 узлов экипажем были начаты действия по подъему передней стойки шасси. В 7 часов 20 минут 45 секунд произошел отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы. На приборной скорости 148 узлов – это максимально достигнутая скорость. После отрыва произошло сваливание самолета с развитием вначале левого 5 градусов, затем правого до 19 градусов и опять левого до 15 градусов кренов. Экипаж пытался удержать воздушное судно на заданной траектории взлета путем отклонения органов управления. В результате развития кренящих моментов и уменьшения вертикальной перегрузки произошло касание взлетно-посадочной полосы основными стойками шасси и левым крылом. На основании имеющейся информации второй пилот через 10 секунд после отрыва предпринял попытку прекращения полета, уменьшив режим работы двигателей. Однако через 4-5 секунд режим работы двигателей был опять увеличен до 93-95% и взлет был продолжен. Данные действия подтверждаются переговорами экипажа самолета и записью параметров силовой установки. В 7 часов 20 минут 53 секунды начал развиваться правый крен воздушного судна, на что командир воздушного судна реагирует фразой «Что такое?». В 7 часов 20 минут 54 секунды второй пилот ответил «Не знаю, что такое, стабилизатор, тормози». Я опускаю здесь и далее ненормативную лексику. Одновременно с этой фразой наиболее вероятно, что второй пилот перевозит рычаги управления двигателя на малый газ. В 7 часов 20 минут 57 секунд командир воздушного судна, реагируя на действия второго пилота, произносит фразу «Не нужно. Что ты делаешь?». При этом наиболее вероятно командир воздушного судна перемещает рычаги управления двигателем во взлетный режим, сопровождая эти действия фразой «Поехали, ушли, ушли». В 7 часов 21 минуту 4 секунды командир воздушного судна дает команду «Убирай шасси». В дальнейшем происходило многократное касание самолета взлетно-посадочной полосы. Шесть раз хвостовой частью, четыре раза основными стойками шасси и один раз крылом. С выкатыванием самолета на левую полосу безопасности, при этом были повреждены 38 огней взлетно-посадочной полосы. В 7 часов 21 минуту 15 секунд на высоте 5 метров началась уборка шасси. В дальнейшем произошло приземление самолета на фюзеляж с последовавшим его движением по грунту за пределами взлетно-посадочной полосы. По данным анализа параметрического и речевого самописцев установлено, что в процессе взлета до момента касания воздушного судна хвостовой частью фюзеляжа и консолями крыла поверхности взлетно-посадочной полосы, в результате чего получены повреждения конструкции воздушного судна, отказов авиационной техники и нештатной работы систем самолета и двигателей не выявлено. Комиссии при анализе и изучении данных было выдвинуто 4 версии. Первое. Нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Второе. Воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение. Третье. Ошибка экипажа в технике пилотирования. Четвертое. Отказ авиационной техники. По первой версии комиссии в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было. По второй версии, относительно воздействия внешних факторов, в период выполнения полета ветер на взлетно-посадочной полосе был устойчивый в направлении 130-140 градусов со скоростью 1-2 метра в секунду. В этих условиях, исходя из направления скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, а это было 110 секунд, спутный след при данных условиях расчетно смешивался, влево на расстоянии не менее 50 метров от взлетно-посадочной полосы. Соответственно, он не мог оказать влияние на возникновение развития особой ситуации. Кроме этого, в период с 19 часов 25 декабря по 7 часов 27 декабря прошлого года не поступало сообщений от бортов воздушных судов о наличии сдвига ветра и других опасных явлений. С учетом анализа всех данных, сдвиг ветра не отмечался. Касательно обледенения воздушного судна. Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток при условии погоды в период с 24 часов 25 декабря прошлого года до 8 часов 27 декабря прошлого года. По остальным версиям, комиссия продолжает работу совместно со специалистами МАК и полномочным органом по расследованию авиационных происшествий Нидерландов. Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна. С учетом вышесказанного, комиссия планирует дальнейшую работу по проведению полного анализа действий экипажа и персонала авиакомпании, служба обеспечения полетов в процессе подготовки к полетам, а также возникновения и развития особой ситуации. Продолжить углубленный анализ и синхронизацию параметрической и речевой информации. Определить состояние авиационной техники до и после авиационного происшествия. Изучить характер эксплуатации авиационной техники, соответствие качества технического обслуживания и выполнения периодического технического обслуживания. Провести исследование противообреднительной жидкости в независимых лабораториях с целью установления ее соответствия установленным требованиям. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы членов экипажа воздушного судна и результатов исследования изъятых проб горюче-смазочных материалов провести анализ с целью выявления возможных факторов, сопутствующих созданию и развитию аварийной ситуации. Направить полномочному органу по расследованию Нидерландов запись параметрического самописца. В целях анализа параметров движения воздушного судна и возможных действий экипажа при выполнении взлетов в условиях чистого крыла и различных вариантов загрязнения крыла будет проводиться моделирование на базе и с использованием IT-технологий МАК совместно со специалистами Казахстана, Нидерландов и ИАСа. Сроки моделирования будут определены по согласованию с уполномоченным представителем государства Нидерландов. По реконструкции динамики полета и развития особой ситуации будет создана визуализация в течение месяца на базе технической лаборатории МАКа. Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Толгарском районе вблизи аэропорта города Алматы. Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица Акимата Толгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства. Между тем, согласно санитарным правилам, в границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать вновь строящуюся жилую застройку, вновь создаваемые и организующиеся садоводческие товарищества или индивидуальные дачные участки. Кроме того, в соответствии с правилами выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденные постановлением правительства от 12 мая 2011 года за номером 504, для размещения всех объектов любой высоты на удалении до 4 км от ближайшей точки взлетно-посадочной полосы, линий связи, электропередачи требуется согласование комиссии аэропорта. Однако, такое согласование не проходили. В ходе расследования будет рассмотрена ответственность виновных должностных лиц. Благодарю за внимание. Слово для доклада предоставляется генеральному директору Межгосударственного авиационного комитета Сараченко Виктор Владимирович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Межгосударственный авиационный комитет принимает самое активное участие в разлетении данного авиационного происшествия. Группа специалистов прибыла и буквально с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. Кроме того, в Межгосударственном авиационном комитете в Москве создана рабочая группа из ведущих специалистов, которые оказывают научно-техническое сопровождение данному расследованию. Одним из направлений работы комиссии и Межгосударственного авиационного комитета является анализ ранее происшедших авиационных происшествий с воздушными судами типа Фокер-100. Некоторые из этих авиационных происшествий требуют особого внимания и анализа. Так, высокую схожность динамики полета и развитие особой ситуации мы отмечаем в авиационных происшествиях, которое произошло, в частности, во Франции в 2007 году и в Югославии в 1997 году. Комиссией Бюро расследования Франции определено, что причиной авиационного происшествия самолетом Фокер-100 в 2007 году явилось его обледенение. В настоящее время мы запросили в полномочном органе по расследованию Франции материалы расследования данного авиационного события для проведения детального анализа. После получения этой информации мы проведем синхронизацию двух полетов и сделаем соответствующие выводы. Несколько слов хочу сказать о возможных сроках расследования. Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года. В основном на сроки расследования влияет и зависит от глубины и объемов необходимых исследований, которые необходимо провести в ходе расследования. Следует принимать во внимание и чисто процедурные временные факторы. В соответствии со стандартами приложения 13К, в расследовании принимают участие уполномоченные представители и советники государства разработчика и изготовителя воздушного судна Нидерланды. В связи с этим предусмотрена процедура, по которой комиссия на завершающем этапе расследования направляет проект окончательного отчета государству разработчика. Разработчик в течение 60 суток рассматривает и дает свои комментарии по проекту отчета. В дальнейшем проводятся процедуры по согласованию этих комментариев, принятию этих комментариев или отклонения. Таким образом, окончательных результатов расследования следует ожидать и с учетом вот этих временных факторов, на которых я остановился. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется вице-министру индустрии и инфраструктурного развития Берегу Сайловичу Камалиеву. Пожалуйста. Уважаемые участники брифинга, в настоящее время по поручению президента Республики Казахстан проводится проверка всех отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Это компания «Эйрастана», «СКАД», «Казахэйр» и другие, на соответствии требований по безопасности полетов в части соблюдения норм по поддержанию летной годности, правил производства полетов и подготовки авиационного персонала. Как вы знаете, в результате авиакатастрофы воздушного судна авиакомпании «Бекэйр» деятельность авиакомпании приостановлена, в том числе приостановлена деятельность сертификатов летной годности девяти воздушных судов «Фокер-100» авиакомпании «Бекэйр». Авиационной администрацией Казахстана в настоящее время осуществляется проверка авиакомпании «Бекэйр» с участием представителей британского агентства гражданской авиации «Юкэйсей», европейского агентства гражданской авиации «Ясэ». По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей работе авиакомпании «Бекэйр». В ближайшее время результаты проверки будут опубликованы. Спасибо. Спасибо. Роман Васильевич, пожалуйста, дополнение, если есть. Я хочу от имени правительства Республики Казахстан поблагодарить Межгосударственный авиационный комитет в лице его председателя Анодиной Татьяны Григорьевны, генерального директора Сараченко Виктора Владимировича, а также всю команду МАКа, которая работала все эти дни вместе с казахстанскими специалистами. И надеюсь, что расследование будет проведено в установленные сроки и качественно. Спасибо. 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 Спасибо.